Всем привет, это Агрокурьер. Вы саду ли в огороде? В этом выпуске расскажу о полезных вкусностях и натуральных витаминах, которыми отдаривает жители области земля самарская, а именно о самой сладкой королеве сада и пище богов, которая растет в регионе в единственном экземпляре. Сладкое время пришло в наш регион. Лето, сезон спелых ягод и сочных фруктов. Хотя засуха прошлого года и нынешний холодный май изрядно подгорчили ожидания садоводов. Я тоже волновался, а будут ли на прилавках наши самарские ягоды? На растения обижаться нельзя, потому что все это как все зависит и от природы. И вот такая была проблема начались у нас с августа того года. Вы вспомните, какая была жара, какая была нехорошая для растений обстановка климатическая. И мы же агрономы, как врачи, мы это растение видим, можно сказать, насквозь. И вот когда в августе должна закладываться плодовая почка, растение все застыло. Оно как бы уснуло, чтобы сохранить себя на следующий год. И урожай был не заложенный, такой, какой нам надо. Я привыкла урожаи получать большие. Приехал в хозяйство садовод Сызранского района. Убеждаюсь, ягода есть, да еще какая! Крупная, равномерно окрашенная, настоящая королева вкуса. Она пришла, настала, свершилась на экологически чистых плантациях. Все грядки горят вот такими красными огоньками, а аромат вокруг закачаешься. Я бы отнес эту ягоду к категории суперфуд за ее уникальные свойства и высокую пищевую ценность. Только тогда понимаешь, как сладок запретный плод, когда рвешь ягоду в чужом огороде. Земляника содержит большое количество клетчатки, и если ей увлечься, можно получить расстройство кишечника. Дорогой, не расстраивайся. Такой шанс, как сейчас, бывает раз в году. Я все пойму, если что, даже потерплю. Вкусно. Знал бы, где упасть, соломинку постелил. А мне тут как раз ее и постелили. Можно вот так вот прилечь и совместить приятное с полезно. Наконец-то поспела, созрела родная самарская земляника. У нее есть и вкус, и аромат. Сейчас бы поверху сливки шепчут газики шампанского. Романтик. Здешние специалисты кланяются в пояс ягоди. Выросла, несмотря на все испытания. Росла королева сада на соломинке под солнышком. Подкормок минимум краснеть за свой урожай сызранским садоводам не приходится. И урожайность тут одна из самых высоких во всем Поволжье. Даже в этот непростой сезон получают по 12 тонн с гектара. Стараемся работать вот без всякой пленки. Только вот у нас мульчируем соломой. Внутри капля проложена орошение. Никакую пленку мы не применяем. Потому что надо, чтобы корни дышали, чтобы растение чувствовало себя комфортно. А вот как все-таки отличить импортную ягоду, которая к нам завозится от нашей. Есть какие-то отличия вкусовые? Визуально, может быть, как-то можно понять? Во-первых, импортная ягода вообще без аромата. Никакого аромата нет. И вкус. Даже краснодарскую ягоду к нам сюда привозят. Она очень кислая. Кислая. И ее же собирают недозревшую, чтобы ее сюда довезти-то. И кто знает, чем они ее там обрабатывают. Вот я бы не советовала брать привозную ягоду, особенно детям. Не химичите ли, когда заставляю ее краснеть? А потом, как ее есть? Если я буду много химичить, мы же сами ее едем. На рынке берут детям первую ягоду берут детям. Вы что, нет? Все минимум. На что следует обратить внимание при покупке ягоды? Правильная земляника должна быть сухой и упругой, иметь гладкую блестящую поверхность. Зрелость можно определить по хвостику. Под листьями не должно быть белого пятна. А если ягоды влажные, с темными пятнами, откажитесь от таких. Процесс гниения там уже бурлит. Так, ну я и приму эту вот новую партию. Посмотрите, машина практически вся загружена. И вот здесь даже получаса хватит, чтобы здесь постоять. И это ароматерапия. Такой аромат, а? Такой аромат. А смотрите, какие, какие ягоды, а? Бомба! Просто бомба! Вау! А вот сорта тут зарубежной селекции. Впрочем, как и в большинстве хозяйств вообще. Садоводы надеются, что сейчас самое время заняться созданием собственных сортов. Вся ситуация, она, в принципе, как окно возможностей. Это импульс для развития собственной отечественной селекции. Да, селекции, селекция. Именно селекционерам сейчас именно и по землянике надо как бы приложить все усилия. Чтобы у нас такая же была ягода, как и, как вот в Италии, как вот в Голландии. Одной земляникой сыт не будешь. На плантациях работает настоящий фруктово-ягодный конвейер. Вот, например, крыжовник. Вот это шикарнейший куст просто. Мой урожай будет. Все, я первый сниму его. Все, я его забронировал. На дачах крыжовник уже редко где встретишь, поэтому и спрос есть. А тут ягоду выращивают в промышленных масштабах. Сорта все наши, российские. Здесь вот у нас высажены 9 сортов. И самое главное, что несколько сортов из них без шипов. И даже есть грусуляр, такой сорт крыжовника, он формируется как дерево. Куст доходит до полтора метра. Будем формировать штамп и будет дерево, ну, крыжовниковое дерево. Вот как, да. А так готовимся к урожаю. Большой ли будет? Да, урожай в этом году вот будет. Но он еще как бы будет в середине июля. Агроном предприятия, почетный работник сельского хозяйства России Галина Усачева знакомят с разнообразием ягодников. На плантациях собраны ингредиенты для насыщенного компота. Вот стоим на плантации, где у нас высажена цветная смородина-то. Здесь, значит, белая смородина есть, розовая смородина, рубиновая и красная смородина. Но она уже всеми давно забытая. И чтобы увеличить ассортимент нашей области, вот решили полтора гектара посадить. Много сразу не можем сажать, потому что неизвестно, как она пойдет на рынки. А вот принцесса сада Малина на плантации проводит эксперимент. Посажены два польских сорта и два новых российских. Кто победит в ягодном поединке? Малинка западной селекции. Что закладывают тамошние ученые в потенциальный урожай и размер? Например, вот нам сказали, что вес одной ягодки здесь может составить 7-8 граммов. Это вообще размер со спичечный коробок. А с одного куста можно собрать до 5 килограммов ягоды. А что же наши ученые? В этом хозяйстве опробируются два новых сорта, где одна малинка, одна ягодка будет весить уже 11 граммов. Вот это наш ответ Чемберлену. А на будущее будем ставить тут шпалеру, будем все подвязывать, будем вложить капельный полив, потому что сейчас смысла нет. Тут мало-мало кустов, так что еще пополнится рынок малиной. Так что можно сказать полякам, извините, ребята, но у вас есть серьезные конкуренты. У нас лучше. Растут на Сызранских полях не только традиционные витамины, есть и эксклюзив. Вот это что за куст такой? Непонятно, ни ягод, ничего. Какой-то кустарник, что это? Этому кустарнику два года. Для ассортимента... Кустарник чего? Жимолости. Это у нас жимолость. Это у нас жимолость. Посадили полгектара. Просто как бы для ассортимента. Люди приезжают за земляникой-то. Ну и чтобы было какое-то разнообразие. И на прилавках я еще как бы не видела, чтобы в большом ассортименте, в большом объеме продавали жимолость. Это эксклюзив. Да, эксклюзив. И просто так же мы для пробы посадили полгектара. Но на следующий год уже будут ягоды. А вот одна ягодка, наверное. Так, 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 так. Вот, вот она. Да, одна ягодка. Так, а можно я сниму, как сказать, урожай перед пробу, да, продегустирую? Да, конечно, конечно. Итак, жимолость. Несленько. Ну, тут тоже пять сортов, и они все по вкусу должны быть разные. Ну, еще на следующий год увидим. А уже в этом году сызранские садоводы вырастят не только ягоды и фрукты, но и овощи. Своё место под солнцем заняли главные составляющие борща. Ну что, уже этой осенью будем хрумкать новую капусточку. Смотрите, какая она красавица здесь растет. Высажена только в этом году. Такой проект стал возможен благодаря внедрению орошения. Хозяйство реализует суперпроект. Вводит новый искусственный полив. Значит, здесь построено и введено в строй аж 3 километра магистрального канала. И вот посмотрите сюда, вот таких вот распределительных линий, вот здесь вот раскидано, аж на 10 километров. То есть будет искусственный полив, который дает гарантированно стабильный урожай. Предприятие стало участником нацпроекта, что дало уникальный шанс получить господдержку для ввода новых площадей под мелиорацией. Воду к полям протянули из реки Уса. Она по капельным линиям будет помогать расти самым нужным продуктом для жителей области. Государство вам помогло расширить площади под полив. Вот что мы уже можем видеть, что уже сделано, расскажите. Вот в позапрошлом году мы ввели в эксплуатацию 142 гектара под капельный полив. В этом году мы уже подорожение капусту пустили, пробуем капусту. Также томаты пробуем, перцы пробуем. Небольшие участки в качестве эксперимента хотим понять, как это будет на нашей земле. Но вот в основном, смотрите, 142 гектара это очень такие немалые площади, да? Все-таки основная цель и под какие культуры у вас будут отведены? Ну, конечно же, мы основные. Это яблоко, ягода. Также хотим все это развить в больших количествах, потому что под поливом эти вещи, все культуры гораздо лучше растут. Подытожим. Перспективы здесь ясны, намек понятен. Ягод будет больше. А сейчас я покажу вам одну диковинку, которая растет в нашей области только в одном месте. Эти зеленые заросли вас точно введут в заблуждение. Что за сорняк? А вы знаете, что такое аспаржа и как ее выращивают? Вот лично я знаю, что ее называют пищей богов и королевским овощем. Особо почитала ее египетская царица Нефертити и французский король Людовик XIV, которому каждый день на стол подавали блюда из этого растения. А можно ли вырастить деликатес в средней полосе? Многие скептики утверждают, что это нереально. Фермер из Красноярского района Игорь Ким доказал обратное. Южные растения он спокойно приспособил у себя на участке. Потянуло к корням. Я все-таки кореец, и у меня предки всегда занимались сельским хозяйством. А зелень любят все корейцы абсолютно. И что-то новое всегда готовы попробовать. Ну, лет 15 назад, наверное, мне товарищ дал попробовать. Они выращивали так, типа для цветов. Потом я узнал, что это, оказывается, можно есть. Попробовал. Мне очень понравилось. Ну, решил посадить. Посадил всего, наверное, кустов 10-15. Через три года начинаю получать урожай. У меня уже появились к тому времени зитья. И вот когда они начали у меня есть это, мне стало ее не хватать, этих 10-15 кустов. Я посадил 40 кустов. Ну, 40 кустов это более-менее. Но это вот, представляете, время, да? Я посадил, три года подождал. Потом еще через три года получил уже, как бы, более-менее урожай. И тогда они стали это, ну, как бы, есть. Ну, естественно, приходит мысль. Может быть, это дело можно как-то монетизировать? Расскажите, может быть, начинающим тем, кто даже не знает, как она растет, технологии. Растет долго. Высаживается рассадным способом. Хотя можно и в грунте, но нужно пораньше сажать. Высаживается. Сначала густо сажается. На следующий год ее можно уже рассадить на грядке, как ее положено. Примерно 40 на 70 так ее сажают. Ну, на одном погонном метре сколько? Четыре кустика. Четыре кустика. Три-четыре кустика, да. Какое место на дачном или садовом участке вот ей нужно отводить? Что она любит? Спаржа любит очень плодородные земли. Дело в том, что спаржа растет на одном месте 15-20 лет. Вот ты ее посадил, и 15 лет... Соответственно, заправить ее нужно прям максимально хорошим черноземом и перегноем. Перегной вносится до 3-4 ведер на квадратный метр. Ну, вот представьте, сколько здесь у меня квадратный метр и сколько здесь черегной я завез. Здесь три КАМАЗа. Здесь три КАМАЗа только перегноем. Вот навоз, перегной там и так далее. Светолюбивая или любит... Да, нет, светолюбивая, конечно. Она и в тени будет расти, но она не дает такой урожай. Игорь Петрович вошел во вкус. По ценам травянистым растениям на дачном участке отведено уже две сотки. Спаржа спокойно выдерживает суровые зимы и засухи, но и сама с капризами. Культура не для ленивых, а для терпеливых. Требует щепетильного ухода. А первый урожай дает только на третий-четвертый год. В чем она капризная? Что ей вот там такого надо, что уж прям вот вы как нянчите с ней? Есть что-то такое? Ну, естественно, как любой овощ, который ты культивируешь, и ты собираешь его, и ты продаешь его, надо, чтобы ему не мешало ничто. Во-первых, это сорная растительность. По-любому она сюда приходит. Вот это вот прополки. Три-четыре прополки до того, как она вот так поднялась. Сейчас я в нее не влезу. Вот видите, травы нету, но я успел. Ну, там есть немножко. Ну, чуть-чуть, да? Да, немножко. Это ерунда. Вот эти три-четыре прополки надо успеть сделать до того, как она вот так вот сомкнет ряды, и ты туда уже просто не пролезешь. Ну, вот представьте, что там. Ты переломаешь просто все. Это самый первый витаминный продукт, который может быть подан на стол. Срезают полезные черешки уже в конце апреля. Игорь, вот эти дебри выросли. А их можно есть? Или что можно есть вообще? Крешки, да? Да, эти дебри уже, к сожалению, идут только для декорации букетов. Вот. Но они нужны, эти дебри, для того, чтобы зародить на следующий год в корневом гнезде почки. Вот смотрите. Если, допустим, в первый год, как ее сажают, в первый год растение вырастет вот таким вот. Вот это? Да, это первый год. Это саморосев, здесь семена просто упали, это вот первый год. Первый год они такие будут. К концу года, к концу осени, они станут вот такими примерно вырастут. На второй год вырастут уже чуть-чуть потолще. Ну, вот примерно вот такие вот, вот такие. Вот такие. Да, да. На третий год уже будут вот такие вот побеги побольше. Их уже можно есть. Но считается, что спаржу три года лучше не трогать. То есть дать кусту развиться. А так вообще 20-25 апреля начинается сезон срезки спаржи. И срезается она примерно месяц. Нет, я ее срезаю месяц, и все. Потом перестаю срезать, она уже перестает. Она практически все выпустила свои побеги. Вот. И нужно, чтобы эти побеги остались на следующий год. Если мы их не оставим, мы на следующий год просто ничего не получим. Женский побег дает вот такие толстые. Ух ты! Они очень сочные. Они вот такие вот толстые, до двух с половиной сантиметров. Вот такие вырастаются, стреждаешь. Это прям ешь, как масло сливочное. А как, а что ест, как оно ест? Само растение. Ну жарите, парите. Жарим, парим, варим, маринуем, запекаем. В любом случае. Салат режете. Салат режем. Мне удалось на минутку побыть французским монархом и оттрапезничать королевской чудо-травой. Сейчас давайте, Сергей, попробуем. Можно? Да. Я с удовольствием. Так, ну вы ее мариновали, как простые огуречки? Да, как огурцы. Так, как вы ее... Самое вкусное вообще в спарже считается головка. Головка? Да, вот попробуйте. Хорошо. Так, ну что, попробуем. Я не знаю, с огурцами не сравнение, да? Все-таки это что-то другое. Вот я говорю, я не могу найти сравнение. Вот не могу. Вот с спаржей не могу найти сравнение. Нет, это что-то оригинальное. Да. Никаких... Она чуть-чуть вот сластит, да? Сластит, а так, ну... Может быть, чуть-чуть как патиссон. Да. Или как кабачок, что-то вот такое. Да, что-то такое, да, есть что-то такое. Но другое. Потрясающе. С двух соток урожай небольшой, всего-то 100 килограммов. Несмотря на довольно высокую цену, диковинка расходится у покупателей на ура. Это позитивный пример импортозамещения, так как в основном спаржу везут из-за рубежа. В будущем красноярский фермер планирует увеличить площади под эту экзотику и заняться выращиванием еще одного малоизвестного для наших широт царского деликатеса. Субтитры сделал DimaTorzok